МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире специальный выпуск новостей. В студии Андрей Лобанов. Коротко о главном. Приглашаю всех сделать свой выбор и прийти на избирательные участки. Исполняющий обязанности главы округа Владимир Волков принял участие в голосовании. Надеемся, что придут люди, будут голосовать так, как считают нужным. Как голосовали жители поселка Октябрьский, смотрите в сюжете. У каждой жалоби, которая поступила, она должна быть рассмотрена индивидуально. Марина Юденич проверила участки для голосования. А теперь обо всем подробнее. Жители Люберец избирают депутатов городского округа второго созыва. В новый состав войдут 32 парламентария. В 8 утра в округе открылись все избирательные участки. В досрочном голосовании, которое проходило на территории Люберец с 31 августа по 10 сентября, приняли участие более 4 тысяч жителей. Накануне единого дня голосования все бюллетени, запечатанные в конверты, доставлены в участковые избирательные комиссии. В администрации мы получили 38 пакетов с досрочным голосованием. В 7.45 были вскрыты, поставлена печать, поскольку было больше 1% и опущены в урны. В Люберцах выборы проходят по 8 избирательным округам. На одном из участков изъявил свою гражданскую позицию Владимир Волков. Выбор очень важен. Очень важно прийти и отдать свой голос за тех людей, кого вы считаете нужным, и те люди, которые достойны представлять городской округ. Приглашаю всех сделать свой выбор и прийти на избирательные участки. На одном из избирательных участков в Малаховке побывал наш корреспондент Мария Антонова. Подробности в сюжете. На участке 15.50 тоже многолюдно. В числе первых на участок приехал проголосовать Владимир Ружицкий. Я даю себе отчет, что власти есть за что критиковать, но в то же время есть возможность избрать, выбрать тех, кто будет отставить интересы жителей. Поэтому сегодня есть возможность нашим жителям отдать свое предпочтение тем, кого они считают, что эти люди справятся с теми вопросами, которые касаются местного уровня. На каждом избирательном участке организована система наблюдения. Дежурят сотрудники правоохранительных органов и наблюдатели. Кто-то из них в такой роли впервые. У меня, можно сказать, сегодня дебют. Я первый раз выступаю наблюдателем. А я не так давно переехала жить сюда, в Малаховку. Поэтому мне очень интересно. А мне не все равно, что происходит у нас в поселке. До 11.30 на участке 15.50 уже проголосовало 17 избирателей, из которых 11 досрочно. Основной наплыв граждан ожидали после обеда. Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса выдают бюллетени в установленном законном порядке. И процесс голосования на данный момент идет без жалоб со стороны наблюдателей. Всего в выборах в Совет депутатов округа участвовало 111 кандидатов. Мария Антонова, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Люберчане выбирают депутатов местного самоуправления на улице поселка Калинина. На избирательном участке номер 1449 проголосовал и депутат Московской областной думы Игорь Каханый. Это для меня в душе праздник. Кто как определяет. Для меня это праздник. Я должна определиться в будущем наших детей. Жители продолжают приходить на избирательные участки. Многие голосуют семьями. На избирательном участке номер 1449 на 12 дня проголосовало более 100 человек. Личным примером показываю, что день выборов не надо оставаться в стороне. Это наше будущее. Тем более, что касается совета депутатов округа, это фактически мы определяем своим выбором социально-экономическое развитие нашего округа на ближайшие пять лет. Жители активно у нас голосуют, идут с настроением. Явка у нас как бы хорошая. И еще у нас тот, кто голосует первый раз, мы дарим вот такую шоколадку Алешка. В этом году на избирательных участках городского округа ожидается более 2000 жителей, которые проголосуют впервые. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В школе номер 54 поселка Октябрьский также проходило голосование в совет депутатов городского округа Люберцы. Как там была организована работа, расскажет наш корреспондент. На базе школы было организовано три избирательные комиссии. На участке 38-46, например, голосовали жители микрорайона Западной и улицы Спортивная. Это наша судьба. Это наше продолжение жизни. Это наш поселок будет улучшиться. Избирательные участки в школе номер 25 начали свою работу ровно в 8 утра, без каких-либо происшествий. Наблюдатели пришли у нас достаточно рано. При них мы проверили пломбы, запломбировали урны, подготовили книги, всю наглядность. При них, соответственно, посчитали и те, кто досрочно проголосовал. И в 8 утра открылись представители голосования. Несмотря на такое раннее время и выходной день, на участки приходили жители, чтобы проголосовать за лучшего, по их мнению, кандидата в Совет депутатов округа. Выбрать можно было от одного до четырех претендентов. Мы надеемся, что сегодня день выборов. Надеемся, что придут люди, будут голосовать так, как считают нужным. Прекрасный повод, прекрасная погода. Прийти, доказать, выбрать тех, кто будет их представлять в течение пяти лет в Люберецкой администрации. Поэтому всех ждем. В единый день голосования выборы прошли не только в Люберцах, но и по всему Подмосковью. В 18 муниципалитетах. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Партия Родина на выборы в городской совет депутатов выдвинула 10 кандидатов. За волеизъявлением люберчан наблюдало 5 представителей партии. Наблюдатели посетили большинство участковых избирательных комиссий. Нарушений не выявлено. Вопросов к организации избирательного процесса нет. Главные условия соблюдены. Избиратели заходят в кабинки для голосования по одному. Агитационные материалы кандидатов от партии доступны для ознакомления. В действующем составе совета депутатов представителей партии Родины нет. Поэтому члены политического объединения настроены на победу. Единственное, сегодня был такой инцидент. Мы выявили некое нарушение со стороны двух партий. Это ЛДПР и КПРФ. Это была, скажем так, незаконная агитационная политика, которая сегодня в день выборов не может проводиться. Это были соцсети. На что мы сразу среагировали и подали жалобу в ТИК. Физкультурно-оздоровительный комплекс Люберецкий – традиционное место проведения выборов всех уровней. На 4 часа вечера здесь проголосовало более 10% избирателей. Нарушений не зафиксировано. Подробности в следующем материале. В физкультурно-оздоровительном центре Люберецкий разместилось сразу три избирательных участка. Голосуют жители улиц Толстого, Урицкого и Коммунистическое. Активность обычно просыпается после обеда, поэтому сейчас проголосовало в районе 10%. Но мы еще ожидаем прибытия жителей для голосования. Потому что некоторые возвращаются с дачи. И обычно где-то после пяти, мы, как и в правилах уже из практики, после пяти народ так подтягивается. Безопасность в ФОКе обеспечивает полиция. За процессом наблюдают представители партий. Сергей Алтухов пришел в 7.30 утра. Для наблюдателя главное – смотреть в оба. Чтобы не было нарушений, чтобы другие представители, других властей и партий не могли помешать. Или какие-нибудь другие хакеры, например, или кто там, несли какие-то проблемы в эту избирательную кампанию. Процедура начинается с ознакомления с порядком голосования. Избиратели изучают информационный стенд. Далее предъявляют паспорт, получают бюллетень. Также краткий инструктаж. Как заполнять, да, девочки говорят, что от 1 до 4 символов должны ставить бюллетень. От 1 до 4 символов, не более. Потому что если будет поставлено более знаков 4, то уже бюллетень считается недействительным. Юрий Добряков живет в Люберцах более 50 лет. Участвует во всех выборах. Признается, что за деятельностью Совета депутатов округа особо не следит. Но реализовать избирательное право считает важным. Я считаю, что иначе гражданин – это не гражданин. Если он не может проголосовать. Но у него, конечно, должно быть свое мнение по этому поводу. Остальные наблюдатели Сергея Алтухова поддержали. Нарушений не выявлено. Голосование продлилось до 20 часов. Сейчас идет подсчет бюллетеней. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Оценить ход голосования на одном из участков в округе приехал Игорь Брынцалов, председатель Московской областной думы. Все ли там работало штатно, узнаем прямо сейчас. На избирательные участки, которые расположены на территории кадетской школы, жители Люберец шли как на праздник. Там подготовили мастер-классы и развлекательную программу. После которых жители проходили уже на само голосование. Среди них были и те, кто в выборах участвовал впервые. В этом году 2018 решил пойти, первый раз сходить. У нас страна демократическая, поэтому важно ходить на выборы. И народ должен решать, кто будет, выбор на кто нет. Всего на территории кадетской школы работало пять избирательных участков. Проверить их приехал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Сегодня здесь нет никаких претензий со стороны тех, кто представляет своих кандидатов. Все довольны, настроение хорошее. Все, как и должно быть на выборах. Есть возможность провести время с семьей. И самое главное проголосовать за того кандидата, который больше всего работал с населением. На территории кадетской школы явку избирателей члены комиссии назвали высокой. Большинство шли голосовать целыми семьями. Сегодня, несмотря на то, что хорошая погода, и многие могли бы ехать на дачу, нет, явка сегодня активная. Приходит очень большое количество с семьями и с детьми. Очень приятно, что люди не проигнорировали, пришли на выборы. В целом в Подмосковье прошли масштабные выборы. На территории региона было задействовано порядка полутора миллионов избирателей. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич также проверила ход голосования на избирательных участках городского округа Люберцы. Тему продолжит Богдан Колесников. В целях мониторинга хода голосования округ посетила председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области. Вместе с Мариной Юденич в Люберцы приехали члены региональной общественной палаты, которые также следят за ходом выборов. У каждой жалоби, которая поступила, она должна быть рассмотрена индивидуально, каждой жалобой. Значит, мы не будем делить кандидатов и наблюдателей на тех, которые подают много жалоб, и тех, которые подают мало жалоб. Все жалобы объективно рассматривали. Был забавный случай, я когда еще подъезжала сюда, прочитала в одном из пабликов, что серьезное нарушение в Малаховке, на таком-то избирательном участке. Я по дороге заехала по этому адресу, и, в общем, к своему, ну, от своей радости выяснилось, что избирательного участка там нет вообще. Просто по этому адресу нет участка. Но, к сожалению, вот такие вбросы у нас происходят. Еще одна жалоба, которую рассмотрели в ходе мониторинга – осуществление непрерывной видеосъемки в помещении участковой избирательной комиссии. В объем тайны голосования у нас входит в том числе и участие непосредственно избирателей в самой процедуре голосования. Как-то получение бюллетеня, заполнение бюллетеня, опускание бюллетеня. Вот у вас сейчас стоит специальное оборудование, которое позволяет вести онлайн-трансляцию. Территориальная избирательная комиссия в настоящий момент это обращение в прокуратуру. Большинство из обращений и вопросов были решены в процессе общения наблюдателей с избирательной комиссией. Серьезных нарушений на избирательных участках в городском округе Люберцы зафиксировано не было. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Это был специальный выпуск новостей. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова